История больших чувств История больших чувств Всегда начинается с чего-то Непримечательного И эта история мало чем отличается от других Даже хороший конец У нее есть Не будем тянуть и начнем с нашего героя Роба Бэнкса Такое ощущение, что кто-то со станции озвучил Этот ролик Со станции? Да А, кстати, да, возможно, похож голос Я думаю, блин, ну знакомый голос, да Да Я все равно не понимаю, это было нет или да Что это реально было? Я занимаюсь тем, что ищу паранормальные вещи. В аптеке всякое происходит, всякие скрежутся. Идите, проверьте. Иногда мигает лампа. Я не буду это записывать, я нарисую лампочку. Мигающая. Мигающая. Часто слышу какие-то взрывы. Я не умею рисовать взрывы. Ну, нарисуйте какую-нибудь там соколючку. Вместо лампочки хуй нарисую тогда. Да, паранормальные явления загубили мою мать. А как это? Я заснул, а мама... Нет. Вчера у меня. Так, а у юб. Хранить? Нет, она... Ну, не с чего пор там лежит? Ну, как лежит? Стоит, скорее. Что? Я... Просто... Слушайте внимательно. Повторять же я не стану. По поводу чего? В общем-то, город Валентайн. Знаешь такой? А там наливают бесплатно пиво? Да. Ну и шо здесь? А как какать? Что? Так, я начинаю напрягаться. Я зарисовал сегодня... Заманили на бесплатное пиво. Да, да. Это какой-то скам, по-моему. По-моему, тут некому уже наливать. Какать? Что? Так, я начинаю напрягаться. Я зарисовал сегодня лампу, взрыв. Теперь я зарисую... Я еще один пенис нарисовал. Эээ! О, блядь, помогите, ебаный рот! Чё? Стоять, я... Нет. Останут! Пожалуйста! Как мне это зарисовать-то? Боже мой, здрасте. Помню, блядь. Я стену, как в жопе. Волка. Вот именно. А дайте мне. Ты лучше заперись, сам. И передачу, и нормально. Я тебе факел оставлю. Боже, ебаный мать! Мужик! Мужик, меня трахнут, при... Ха-ха-ха! Какой-то... А что, кино 2, на зайчику... Ты же видела там? На втором этаже монашка стояла какая-то вроде. Зыроки! На эту всю ню! Отъебитесь от меня! Нет! Отстань от меня! Это был Владимирский вент? Походу, кстати, действительно. Не приезжайте в этот поганый Валентайн или как он там. У нас в амбаре свелся жуткий приз, как тетя. Вот он. Сверяйший приз. Эй, ты! Посмотри мне в глаза. Шериф. Что? Выстрелите в голову. Не смей. Стреляй. Я знаю о твоей матери. Я... Можем пойти на кладбище. Ищите, ищите. Это... Я борец с паранормальным. Пошел нахуй призвать. Хорош. Так. Вызвал на файт и паранормальщину нет. И не давал по щам. Да. Иди в пи***ю. Я изгоняю. Ох, оп, вот так вот. Вызвашен. Ты зачем тебе ушку бьешь? Она была настоящая, то есть? Я думал, ты довольно-таки очевидно. Вам повезло, что я ее не пристрелил. Извините. Дура, ебучая. Ты зачем так делаешь? Это как в том комиксе, короче. Ты знаешь, что, типа, и вас, и людей вообще-то колом можно заколоть. Да, да. А серебряные поли. А кого я огнестрелил, не застрелил? Что ж получается? Я вампир? Да, да, да. Просто фейспалм. Да, да, да. Извините передо мной из-за нее. Потому что я ее не пристрелил. Извините передо мной из-за нее. Да, да, именно так. Именно это и должно было произойти. Лучшая шляпа, это какая? Которая не насырная, я не понимаю. Здесь конюх обитает, ремешки на лошади померяются. А у меня есть ремешки. Дайте ремешок. А не дам. Почему? Кочину и по жопе палкой. Сколько лет? А сколько дадите? Двадцать. Давайте, двадцать баксов, и я вам говорю свой возраст. У меня пятнадцать. А по-баму не скажешь, молодой. Нет-нет, ремешки уставите. Приходим. Нет. А где? В питье. Жаскнитесь. А вот спустись с лошади и попробуй бандиту сказать это в лицо. Ольга. Не ровно. Что началось-то опять? Господин Асимонсом, сапсанет ровно. Сидя за решеткой за убийство врача, к дару бы дошло. Что грабить намного выгоднее. Благо, рядом с ним сидел новый знакомый по имени Роджер. Вместе с ним они организовали свою банду. Она получила название от их имен. И стала называться Роб Бэнкс. Стоишь голый посреди ночь же. И что? Слезай с повозки. Руки вверх. А может ты руки вверх? Ты руки вверх. Давай разойдемся по-хорошему. Я тебя предупреждаю. Я тоже тебя вообще-то предупреждаю. Я тебя тоже предупреждаю. Я тебя первый предупреждаю. Садись на свою вонючую повозку и вали нахрен. А ты садись на свою вонючую драгану. А я здесь стою. Ты. Я здесь стою. Мне здесь надо стоять. И я здесь стою. Но мне не надо здесь стоять. Садись на повозку. Нет, ты садись на повозку. Ты садись. Что, блин? Деньги сюда. Это не моя повозка. Это не так работает. Это ограбление. Вот именно. Давай деньги. Давай доллар. Доллар? Да. Ладно. Удачи. И вам. Ограбление пошло. Да. Ебать. Руки вверх. Я целюсь вам в голову. Куш. Маршакуш. Слушайте, ребята, можно вопрос скромной? Ну, вы что, банда какая-то? Да. Вы не боитесь новых участников? Да. Да, нет, да. Ё-па. Телегу пропускаем точно. И когда меня задали? Для этого и смотрим на дорогу, чтобы тебя не переехало и чтобы всё было на мере. Господи, боже мой. Вы человек задавили. Господа, я не хочу неприятностей, но если вы продолжите, я вас продам. Пойдёмте, дам вам деньги. О, какой это. А ну-ка, стоять. Я его тридцать в дом. Господи, сэр, отпустите меня, от вас воняет. Дружка, можете развязать? Нет, я не хочу этого делать. Что? Я хочу, чтобы ты разделался. Я охотник на паранормальных. Ладно, беги тогда в ту сторону. О, нет, нет, извини. Прости меня. Всё, уходим отсюда. Бежим. Что? Что это было? Он на меня бежал, я в него выстрелил. Ты чё, бессмертный, что ли? Несрец притворился мёртвым. Так вот, это паранормальщина же, правильно? Ты кого-то... Бороться с ней очень сложно. Чё-то ему бессмертие. Стреляй! Пауза, у него оружие! Это же мы не с тобой обсуждали случайно на прошлой неделе паранормальные явления, связанные с гномом и струбом. Да-да. Срустер, посмотрите. Чё происходит задерживаться? Что это творит? А вы вместе с ним, вы его товарищ? Вы свяжете меня, да? Засранцы, которые грабят обычных граждан нашего округа. Здесь не очень сильно любят. А как вы его узнали? Как узнали? Очень просто. Один из них любит рассказывать про паранормальные явления. Да, слушаем, ребят. Давайте он. Нет, давайте он. Нет, давайте шевелом, да. Нет, лучше всё-таки вы. Буду я. Нет, нет, всё, он. Понял. Всё, мы фотографы. Финически, я не успела. Господи. Камеру покажите, пожалуйста. Она на лошади, лошадь далеко. Вот, и в общем-то... Так, пусть я буду говорить. Ты совсем кип... Да щас, мы быстро решим. Ну ладно. Ты, кажется, вырос. Ты стал красивее. Поцелуй меня. Плес, я не знаю, это может быть неправильно. Просто сходи меня за яйца, я поцелую. Мне тяжело дышать. Куда тебя поцеловали? Бро. Опять куда-то свернули. Ох, ты что-то новая. Да, господа. Сделайте одну исправительную работу, и мы вас спасаем. Она вообще не шла. У тебя тоже ручки устали, что ли? До свидания. До совока. До свидания. До свидания. Удачи вам. До свидания. Хорошей ночи вам. Спасибо вам. Всем привет. Мы не будем разговаривать на тему, что у нас было в камере. У нас ничего не было в камере. Для себя этого ничего не значит. Тогда было послаб... Ясно, кто из них женщина. Драма разыгрывается прямо на наших глазах. Я был за решеткой, и я только поел, и у меня было хорошее настроение. Значит, ничего между нами не будет? Что все? Просто банда? Целоваться ты мастага, а потом разбивать сердца, и чувствовать твой язык во мне. Это была ошибка, и дело в тебе. Что во мне и так? Все и не перечислить. Я красив. Мимо. Я привлекатель. Мимо. Я готов. Чшш. Не реви. Мимо. Я привлекатель. Мимо. 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 Не реви. Пожалуйста. Дай мне. Можешь раз. Я сейчас задушу тебя. Можете это уже, блядь. Но я готов вам дать 5 долларов, если вы позволите провести на вас небольшую операцию. Что? Эй, я хочу тут делать. Я сейчас буду практиковаться в наложении швов. Да, а потом мне дадут 5 баксов. Я тоже хочу 5 долларов. Ну тогда этот господин, после того, как я дам ему 5 долларов, передаст их вам. Это звучит? Это не так работает. Честно, давайте. Ты понял. Сделка есть сделка. Что вы? Скажите, что ли? Я Яков. Подайте скальпель. На помощь. На помощь. Так, 3 5 долларов. Да, теперь я на 5 долларов. Отогоните. Мы тебя найдем. Написать. Я тебя сейчас кастрирую. Ищите меня на прошмандовках Сейн-Дени. Физика GTA подосрала. GTA. RDR. Ну, она в них одинаковая. Физика Rockstar. Да. В скорости. Я люблю валяться в грязи. Я это не люблю. Я люблю только женщин. Ладно, давай другую игру. Помоги. Писан, что случилось? А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Помогите. Не встань, переживай. Опа. Что это было, блядь? А-а-а-а. Где ты? А-а-а. Что за ужас здесь творится? Что я жалоба, гляжу? Ага, ну смерть ваш папа. Ты, блядь. И-и-и. Я их не вижу. Ну, я его сам не донесу. Ну, я спалят. Опа. Как мне вытащить его оттуда? Ну, что ему 13 лет у него? Сознанка. Сука. Закрыто. Ну все, я тебя спас. Стоять. Да? Где человек, которого вынесли? Я никого не нес. О, гербэкс. То есть вы обвиняете его в краже пяти долларов? У маленького еврейского мальчика. Дед. Украл пять долларов у маленького еврейского мальчика, блядь. Ему 47 лет. Если. Кому? Мальчику. Вообще-то это его пять долларов, которые он получил за эксперимент над ним. Пустя определенное время, к ним присоединился мужчина по имени Мишель, который предложил работать по-крупному и ограбить мэра. Ну что, просто веселим? Мишель не дочинулся. Ну что, просто веселим? Стучимся и свяжемся. Еще что-то, блядь, с осенью. Так, а вы не рыбайтесь тогда. Дверь можете закрыть? Один мэр, на вас готовится покушение. Какое покушение? Ну что это? Ты чмо. Что? Какие громкие эти слова. Стой на месте. Хватит. Не хуй. Я блядь. Ладно, быстро. Пугаси их. Не валим. Блядь. Мерди. Бежим. Что за? Я ноги сломал. Наше дело прошло незамеченным. Да, что? Что ты здесь делать? Мне нужно скинуть того же рляя с масля. Зачем? Он мне надоел. Дай мне избавиться от человека, и я уеду. Он же не твоя собственность. Это я бы поспорил. Слушай. А, господи, что ты делаешь? Не надо. Пожалуйста, не надо. Я люблю себя, не надо. Я люблю себя. Да, да, ну. На этом моменте наши жизни расходятся. Свободный человек. Ой. Нет! Ты... Все, я сделал это. Вот они, просторы. Скарлетт. Не успел прижасать. Нет. У нас джентльмен вышел. Не успел прижасать. У нас джентльмен вышел из поезда. Когда мы грабень будем? Давай. Черт, ты сведаешь мне пистолет. Да. Доставай лосок. Да. Давай, запрыгивай. Я на машиниста доставляю тогда ствол. Так, джентльмены, стояйся. А ну-ка, поезд. А ну-ка, выходите оттуда. О, отдавай деньги. Все хорошо, шеф. У нас огромный куш. Больше, чем с мэра. Все, удачные дороги. Что, если их второй раз играть? Ну, у них же ничего не будет. Точно. Плумяна, почему мы едем? Я думал, я на земле стою. Гениально. Можно прыгнуть. Я боюсь. Вот, вот, тормозит. Шеф. Ты посмотри. Наше уютное гнездышко. Все время. Мы каждый день будем выходить и грабить поезд. Это самое такое, что я слышал в своей жизни. Что? Ой, можно даже видеть наши тени. Они вместе, как будто. Да. Дай посмотри. Нет. Долгашки. Вот долгашки. Можно я скажу комплимент? Под себя ароматные волосы, глубокие глаза, милое выражение лица. Да ты задолбал! Все еще подкатывает. Ты глянь, не теряет надежды. Да, он настоящий мэн лавер. Аккуратный нож. Да и тело тоже приятное. Аж луна над водой. Что ты говорил там? Не так, просто обняться там. Не род. Где этого хотел? Там пришел лучше, чем я думал. Все, вы обнялись и хватит. Поплений, заперебительный. Я имею право на неприкосновежность, это раз. Во-вторых, это дом... Боже мой! Боже. Все, вы х**. Проси их. Я знаю. Ой, сори. Я стреляю. Попробуй. Ты думаешь, не смогу? Не сможет. Еще один шаг на лошади, я стреляю. Шаг сделан. Роб, я выстрелю. Поэтому я и не собираюсь быть с тобой. Потому что ты слабак, Роджер. Не реви. Вот это драма. Вот это драма. Ну что ты ревешь? Не реви. Врача. Не реви. Не выстрелил бы позвоночник. Да, да, да. Идеальный способ перестать реветь. Получаешь по затылку рукояткой пистолета и пулю в позвоночник. Врача, врача, позовите врача. Чё, ты пёс с зубами в писем? Тут два вопроса. Потому что писей могут назвать и одно, и другое. Кому не повезло, интересно. Слушай, а момент врача, врача, позовите врача. Как раз, по-моему, на стриме видели. Не-е-е. Челочек. Мы видели, как он что-то к кому-то подъезжал. И такой, говорит, я буду мстить. А может, и не буду. Чё делаешь, боже? Вам показалось. Я пытался его привести в чувство. Каким образом? Штары связаны с чувствами. Вам показать? Ну. Снимайте с себя свои штанишки. Здесь нужна тонкая работа. Желательно это делать губами, но можно и руками. Чё, блядь. Бутяку, тноя. Чё, блядь. А ты чё ожидал-то, блядь? Какой си нету, дых много. К любому. Сам подготовился и снял штаны. И сам такой, фу, боже. А чё он ожидал? Да, да, да. Смогут рисовать, как этих французских девушек? Ладно, стою. Методика рабочая. Я тебя сейчас... Аааа! Выбарюсь! Не надо! Это... Здравствуйте, Гербанкс. Как вы себя чувствуете? Рука побаливает. Думаю, самое худшее у вас ещё впереди. У вас собираются повесить. Что? Нет. Что вы с ним делаете? Роджер! Оружие с собой есть? Есть. Да. У меня в штанах. Оружие? Я сказал в штанах! Ни, блядь, у меня комуры нет. Расскажи мне о своих грехах. Всё укуплялся с ним. До этого не дошло. Он очень сильно настаивал, но я держал себя в руках. Он хотел ещё, чтобы у нас был старый дом. И чтобы мы жили вместе, читали друг другу книги возле камина и держались за руку. Ладно, я отойду. Я же укачала, бедняга, от таких фантазий. Да-да, укачала. Ну, наверное. Ещё мы хотели завести детей, но думаю, это невозможно. Но мы бы очень пытались с помощью Господа. Вот за что его вешать будете? Садомит. О, это Роджер. Роджер, спаси. Я не дам, Роджер. Я не дам! Нет! Роджер! Нет! Стреляй! Нет, не стреляй! Нет, Роджер! Бэнкс, на что вы сподвигли своего товарища? Это любовь. Давай, вперёд. Ау. Сейчас в правом мере находятся двое мужчин, которые были приговорены к высшей мере доказания за Садомиё. Давай, я уже не могу. Двоём. Пожалуйста, последние слова. Сначала слева. А шлева? Вы, карлик. Ты карлик. Ты был для меня всем. Я влюбился в тебя. Твои черты лица. Моё глупое выражение лица, когда ты не понимал, о чём я говорю. Но мне кажется, ты понимал. Тот патолой в камере. Моя жизнь обрела смысл вместе с ним. Я хочу тебе сказать, Роджер, я люблю тебя. Что сказать? Да, я долго притворялся, что ты мне не нравишься. На самом деле, я просто ждал от тебя более решительных действий. Поэтому я старался сделать из тебя мужчину моей мечты. Я тоже тебя люблю, Роджер. И всегда любил с того момента. А в чём счастливый конец? Обещали счастливый конец? У кого из них счастливый конец? Так и закончилась история большой любви. И я даже не обманул вас с хорошей концовкой. Потому что гомосексуализм — это... Ну, вы поняли. Фан-арт? Да, это фан-арт. Блин, неужели припрягли опять Руди рисовать? Ну, вроде, это не его стих. Вообще-то, они особо на них похожи. Но и не сказать, что они похожи. Они могли бы... Они могли бы стать нами, да? Но они были два садомита на Диком Западе. Да-да-да. Спасибо за просмотр. До скорого.